Ялл. А пока мы не начали, хочу объявить, что мы теперь активны и в Телеграме. Там мы делимся последними новостями в мире кино и телевидения. Вышел новый трейлер, мы сразу же кидаем его в телегу. Или не знаете, где искать новости, мы делаем это за вас. Так как постоянно держим руку на пульсе и хотим делиться этим с вами. А вы в комментариях, естественно, делитесь своими мнениями. Также бывает такое, что фильм глянули, а ролик на ютубе делать долго и не совсем практично. Но мысли и мини-обзор будут ждать вас там. Хотим собрать самую адекватную и неравнодушную аудиторию. Так что подписывайтесь на Телеграм-канал 320дет снизу в описании. Заранее благодарю. Ялл. Каскадеры. Забавно, что работа этих трудяк всегда у нас перед глазами в экшен-фильмах. Но мы ее порой не замечаем. А точнее, даже не задумываемся, как все это происходит. Да, горит человек, да, машина перевернулась и взлетела. А сколько потрясных боевых сцен мы уже успели увидеть в кинематографе. Главный герой расправляется с толпой врагов и побеждает. И мы невольно подкупаемся магии кино и считаем, что это все величие героя и актера. Но если выйти за кадр и увидеть правду, то за всем этим стоит большая команда трудяк и крутых бесстрашных ребят. И, собственно, такая атмосфера закулисья и киношной кухни очень умело воссоздана в фильме «Каскадеры». Но фильм все равно не об этом. Погнали, разъясню. Для максимального понимания картины хочу отметить, что вновь великий русский язык решил сделать все по-своему и сломал смысл фильма уже в названии. В оригинале фильм называется «The Fall Guy», если дословно «падший» или «падающий парень». Но у него есть еще один смысловой перевод, и вот он уже максимально близок к содержанию. А переводится как «Козел отпущения». Смысл фразы в том, что это кто-то, кто берет на себя последствия за другого. Вдруг кто-то не знал. Итак, сюжет картины повествует о «Каскадере», персонаж Райна Гослинга, который безумно любит свою профессию. У него роман с героиней Эмили Блант, которая является оператором на проекте и при этом безумно жаждет стать режиссером и снять свое кино в будущем. И вот на съемочной площадке самовлюбленный актер, дублером которого является Гослинг, просит еще один каскадерский дубль, так как в кадре заметно, что трюк выполняет сам каскадер. Но во время съемки происходит несчастный случай, и главный герой попадает в больницу со сломанной спиной и реабилитацией на 18 месяцев. После мы видим сломленного человека, который ведет жалкий образ жизни. В карьере конец, роман с девушкой прекратился, но вдруг Гослингу набирает продюсер и зовет на очередной проект. Он уже решает отказаться, как тут же узнает, что режиссером данного проекта является его бывшая, персонаж Эмили Блант. После этого и начинается весь кипиш и экшен данного фильма. Режиссером картины выступил Дэвид Лич, бывший каскадер, а теперь уже и режиссер многих крутых экшен-картин. Первый Джон Уик, к слову, его дебютная работа вместе с Чадом Стахелски, тоже каскадером. Но по какой-то причине в титрах Лича не указали. Из последних вы можете знать Быстрее Пули с Брэдом Питтом, еще была женская версия Уика Взрывная Блондинка, Очень Крутой Никто и Второй Дэдпул. Кстати, во время написания этого ролика узнал, что Дэвид Лич долгое время был каскадером-дублером Брэда Пита. И появление актера в Дэдпуле 2 в роли невидимки, кажется, было просто дружеской просьбой. В целом, во всех картинах очень крутые экшен-сцены, и Дэвид Лич знает и умеет снимать подобные сцены. И каскадеры в очередной раз это доказывают. Качество трюков и боевых сцен на высшем уровне. И если обобщить, то весь фильм это что-то оды каскадерскому ремеслу. И впервые я вижу, что эту часть кухни затрагивают в кино и реализуют по максимуму в повествовании. Ну, что-то подобное делал и Джеки Чан в «Кунг-фу-жеребце», но здесь очень классно проведена грань между, скажем так, реальностью и съемками фильма в самом фильме. И интересно, что и там, и там каскадеры – это некие супергерои и очень крутые ребята. Ну и лично для себя я отметил, что это очередной фильм, который вновь подарил мне возможность увидеть съемочный процесс. Так как мы с коллегой очень длительное время принимали участие на различных съемках и увидеть и услышать знакомые фразы и забавные ситуации – это кайф. Последний раз такое было при просмотре «Вавилона». И еще очень круто осознавать, что наш кинематограф – это я, про-казахстанский и не понаслышке знаю, что и российский – недалеко ушли от американского в плане продакшена. Фильм «Каскадеры» не скучно смотреть. Это веселое, не стоящее на месте кино. Это не шедевр, но данный фильм может смело скрасить вам вечерок. Причем тут каждому свое, потому что фильм собрал в себе несколько жанров и очень удачно усиживается на всех стульях. Тут вам и мелодрама, комедия, и детектив, и чистый экшен с драками, погонями и перестрелками. И эта крутая синергия очень умело развлекает, я вам скажу. Кстати, если вы смотрели быстрее «Пули», то вы смело поймете, о чем я говорю. Настроение и динамика примерно такие же. Очень рад был увидеть Райана Гослинга и Эмили Блант. Это, к слову, одни из моих любимых актера и актрисы. Их дуэт – это круто. Причем, если брать во внимание много жанровость кино, то мне понравилось, как они очень гармонично переключаются от трагедии к комедии. Ни разу не переиграно и все максимально естественно. А сцена, где присутствует сплит-скрин – это когда экран делится на две части и показывают разные события. Вообще огонь. Как по-режиссерски, по-актерски, так и по-операторски. Кайф. Еще безумно порадовал Аарон Тейлор. Он уже играл у Дэвида Лича, но тут это просто крутая работа высокомерного идиота. Очень смешно. Ну и финальное появление «Сюрприз» дико заставило меня смеяться. Обойдусь без спойлеров, сами все посмотрите. Вообще, при просмотре этого фильма я чувствовал любовь к кино. И не только режиссера, но и всей команды. И это не раз доказывается, и эта любовь демонстрируется. Вначале это титры, написанные классическим шрифтом сценаристов. Потом куча отсылок к популярным фильмам, такие как «Мементо Нолана», «Ультиматум Борна». И даже есть кадры из фильмов самого Дэвида Лича. А в конце, что-то в стиле Джеки Чана, были показаны отрывки постановки трюков за кадром, где видно, что Райан Гослинг практически большую часть из них делал сам. За что ему респект. Но Том Круз, наверное, смеется в сторонке. В общем, каскадеры, друзья. С виду, казалось бы, тупая проходная комедия с именитыми актерами. Если большая часть из вас так и скажет, то я вас пойму. Но это крутое жанровое кино, которое умело развлекает, не дает заскучать и говорит между кадрами гораздо больше, чем показывает на экране. Кайф. Ну а мой ролик подошел к концу. У микрофона был Санжар. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, оставляйте комментарии под видео. Вы были на канале 320 Дед. Всего хорошего и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok